Дорогие мои подписчики, у меня к вам мистическая история из моей жизни. Надеюсь, что она вам понравится. Вот мы уже который год кричим «Карта желаний! Карта желаний!» Делайте, делайте, делайте. Кто-то верит, кто-то нет. Вот у меня в руках моя прошлогодняя карта желаний, в которой я излагала, так сказать, с точки зрения чего бы мне хотелось. Она всегда стилизуется. Вы прекрасно понимаете. Здесь вот есть путешествия, обустроенные у меня жилища, кулинарные шедевры и так далее. Таким образом моделируются возможные события нашей жизни. Вот косметика говорит о том, что я бы хотела неплохо выглядеть в этом году. Еда, чтобы я была сытая, у меня на столе ничего не переводилось. То есть мечта и все сбудется. Само собой разумеется, что я себя просто стимулировала. Ну, в общем, вот такая моя карта. Я ее вам показала и рассказала о том, что я их делаю. А теперь, дорогие мои друзья, немножко мистики. Вы думаете, что карта желаний – это пустая картонка и картинки. И ничего в вашей жизни не изменится. Так вот, я своим примером, дорогие мои друзья, расскажу вам один забавный сюжет, невероятно для меня приятный, который произошел со мной в этом году. Итак, дорогие мои друзья, моя история. Случилось это в 2019 году, за неделю до моего дня рождения, который у меня, как всегда, 23 декабря. В один прекрасный момент за мной заехали мои дети. К чему я рассказываю? Как работает моя карта желаний? На моем примере это очень интересно вам будет. Заехали за мной дети с заговорческим лицом и говорят, не могла бы ты с нами, мама, прокатиться в одно место. Место не называют, лица взволнованы. Ну, думаю, что-то, наверное, произошло. Дочка недавно села за руль, думаю, может, она меня решила прокатить, так сказать. Ну, приготовилась на всякий случай к тому, чтобы ее хвалить до невозможности. Выхожу, взять и дочка совсем на другой машине взять, садиться за руль. Да думаю, да что ж оно такое? Что же они там придумали? Еду себе, размышляю, подъезжаем мы к отделению новой почты. Кто живет на Украине, прекрасно знает, это наши, так сказать, поставщики. Они подвозят товары и прочее. Думаю, да зачем мы заехали на новую почту? Удивительно. Ну, захожу в зал, побежал взять, разговаривать с оператором что-то, там они шушукаются, мне предложено посидеть, ничем не беспокоиться, ничем не интересоваться. Сижу, в торговый зал полон людей, кто-то что-то отсылает, кто-то что-то берет. В общем, ну, разглядываю людей, скучаю. Смотрю, выносят коробочку. Ну, думаю, наверное, мое мнение, хотят узнать, а дочка часто себе там что-то прикупает. Может, думаю, решила со мной посоветоваться. Все-таки дочка весы. Совет – это самое главное, что весам в жизни нужно. А сами они никак не могут разобраться, хорошо или нехорошо. Но, думаю, сейчас приготовилась уже хвалить товар. Раскрывается эта коробочка, лежит рулончик. И вот достают они этот рулончик, и у меня потихонечку начинают бежать мурашки по коже. Разворачивает этот рулончик, и в руках зятя разворачивается шикарная шуба из черноборки. А почему шуба, я вам тоже расскажу. Когда-то еще давным-давно, когда дочка не была замужем, и когда мы с ней лепили эти наши коллажи и наши, собственно говоря, мечты, потому что я ее приобщила, и она поверила в то, что эти карты работают. Одной из самых важных моих мечт была шуба из черноборки. Вот так складывалось. Деньги были, а на шубу я все равно не разорялась. Подарки были, а шубы не было у меня. И с года в год, вплоть до 2019 года, я все равно приклеивала верхнюю одежду. Вот вам, дорогие мои друзья, мой намек на то, чтобы когда-нибудь, может быть, у меня что-то появилось. И эта мечта сохранялась, 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 и неожиданным образом решилась в 2019 году в виде этого роскошного подарка. Вы думаете, я сокрою это свою радость? Нет, конечно. Я сейчас наряжусь, и вы увидите эту шубу драгоценную. Но сам факт, я так долго о ней мечтала, и в силу разных обстоятельств, особенно, которые произошли со мной в течение последних лет, когда муж очень серьезно заболел, ни о какой шубе и речи не было. Я просто о ней тихо мечтала и ни на что не надеялась. Но карта желания работает. Все равно найдется возможность, когда вам, ваша мечта реализуется. Самое главное, чтобы вам хватило терпения дождаться. Я вам точно говорю, что у карты желания разные возможности по отношению к вашим мечтам. Какие-то сбываются очень быстро, какие-то сбываются в среднем временном порядке, а какие-то случаются вот так неожиданно, и тогда, когда вы уже перестали даже верить в то, что они реализуются. Ну а теперь, дорогие мои друзья, продолжение нашей истории. Когда я увидела эту шубу, я не поверила своим глазам. Честное слово, вы можете себе представить, мурашки бегут по коже, лицо раскраснелось. Такое ощущение, что я перенеслась в какой-то мир, которого не существует на белом свете. То есть видишь это глазами и не понимаешь, что это с тобой произошло. Естественно, они купили шубу без примерки, потому что здесь был важен сюрприз. Сюрприз, конечно, у них получился. Я вам точно говорю, у меня аж в глазах померкло. Я вижу, что это шуба, понимаю, что это для меня, а осознание того, что это произошло, нету никакого смятения в голове, аж кружится все. А что нужно сделать? Прежде всего, дорогие мои друзья, примерить, потому что они переживали о том, что подойдет мне эта шуба или нет. Покупалась она на глаз. И вот представьте себе, новая почта, человек 100 народу, разрезается целлофановый пакет, эта шуба роскошная появляется на белый свет, и я ее начинаю одевать. Ну, честно говоря, мы просто сорвали аплодисменты. Я ее одела, торговые работники перестали работать, очередь вся повернулась на меня, и стою я, можно сказать, как Светя Софитов, в этой чудесной шубе, и понимаю, что в жизни бывает мистика, волшебство. И даже тогда, когда ты уже перестал об этом думать, и я никого не просила, я не смела детям даже намека давать на то, что, собственно говоря, вот купите мне то, купите мне это. Я понимаю, что каждый живет своей жизнью, и жизнь эта достаточно бывает неожиданной, и каждый, в общем-то, свои деньги может потратить куда угодно. Но откуда им пришла эта идея подарить мне шубу? Что произошло? Я считаю, что сработал своего рода и коллаж, но поскольку я чего-то очень хотела, а дети очень хотели меня порадовать, идея, моя мечта встретились и реализовались. Вот так вот работает коллаж, дорогие мои друзья. Если не верите, я вам сейчас покажусь во всей красе, и надеюсь, вы порадуетесь моему приобретению, потому что оно для меня дважды ценно. Прежде всего, я получила то, о чем мечтала много-много лет. А еще благодаря тому, что дети мои оказались моими помощниками, людьми, которые обо мне переживают, которые на меня в нужный момент денег не жалеют, значит, я не напрасно прожила жизнь. Вот оно, дорогие мои друзья, как работают коллажи, если их делать с любовью, верить в то, что чудо произойдет, как произошло чудо у меня в 2019 году. Год для меня был невыносимый, исключительно трудный. Я не ждала от него никаких подарков, но благодаря детям, которые обо мне заботятся, и моему коллажу, в который я вложилась эту мечту, неожиданным образом, конец 2019 года стал для меня незабываемым. Надеюсь, и в вашей жизни будут такие же чудеса, приятные сюрпризы. Самое главное, не забудьте сделать карту желания. Спасибо.